Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Мир равных возможностей. В рамках Международного дня инвалидов глава Самары Елена Лапушкина вручила премии работникам с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники ГИБДД проверили, на каких шинах передвигаются самарские автомобилисты. За резину не по сезону предусмотрены штрафы. В столице региона состоялся форум «Турпритяжение». Представители туристической индустрии поделились опытом и обсудили, как сделать отдых в Самарской области увлекательным, познавательным и комфортным. В Самаре наградили лауреатов областной общественной акции «Благородство». В этом году их рекордное количество – 95 человек и три организации. Губернатор Дмитрий Азаров принимает участие в Международном ESG-форуме «Сознание», который проходит в Нижнем Новгороде. Основными темами деловой программы стали «Сознательное развитие» и «Суверенные технологии». ESG-принципы – это деятельность компании и органов власти, направленная на защиту окружающей среды, высокую социальную ответственность и качественное управление. В рамках форума проходит пленарная сессия «Устойчивое сознательное развитие». В числе спикеров – заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы регионов, министр энергетики и горного дела Республики Сербия Петер Джокич, а также руководители отечественных компаний. В России сегодня отмечают День добровольца. Дату учредили относительно недавно – в 2017 году, но волонтерского движения в нашей стране – давняя история. Сейчас в России насчитывается более 21 миллиона добровольцев. Представители волонтерских движений с праздником поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Глава региона отметил, что Самарская область является одним из главных добровольческих центров России. Именно в Самаре в этом году прошла Всероссийская Доброконференция. А в преддверии Всемирного фестиваля молодежи 2024 в областной столице открылся Центр привлечения и подготовки волонтеров, который будет обеспечивать участие в фестивале добровольцев из нескольких субъектов. В Самарской области действует Совет по развитию добровольчества. Учреждены специальные награды, активно работает ресурсный центр поддержки и развития. В том, что Самарскую область называют регионом добрых дел – большая заслуга волонтеров, отметил Дмитрий Азаров. Он поблагодарил всех, кто вносит свою лепту в добровольческое движение, в том числе помогает военнослужащим. Глава города Елена Лапушкина пожелала активистам и участникам волонтерских объединений здоровья, счастья и оптимизма, творческих идей, дальнейших успехов и интересных проектов. Отмечено, что в Самаре «живут и работают сотни по-настоящему искренних и деятельных волонтеров, которые принимают участие в проведении спортивных и культурных мероприятий, патриотических акций, оказывают помощь людям пожилым, социально незащищенным и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для многих это стало образом жизни. Добрые дела, которые совершают волонтеры, вписаны в историю Самары». 18 человек в этом году стали лауреатами премии главы города «Мир равных возможностей». Это люди с ограничениями здоровья, которые доказали, что, несмотря на все преграды, можно и нужно жить полноценной жизнью, принимать участие в развитии города и работать на влаге Самары. Лауреаты премии – представители самых разных профессий, объединенные идеей помогать своему сообществу. Наши корреспонденты пообщались с участниками торжества и расскажут обо всем подробнее. Своё призвание в волонтерской деятельности Илья Карташов обрёл после прохождения реабилитации, когда сам получил производственную травму. С тех пор искусство – новая стезя, которую выбрал мужчина. Своей любовью к прекрасному Илья делится с людьми, которые в силу ограничений здоровья не могут посещать концерты и другие культурные события. Вместе с творческим коллективом «Дома культуры Заря» и благодаря проекту многофункционального передвижного центра мужчина устраивает праздники во дворах Самары, чтобы все люди могли отметить памятные даты городского и общероссийского масштабов. Идея родилась три года назад. С реализацией помог нацпроект «Культура». За активное участие в жизни сообщества Илья Карташов стал лауреатом одной из номинаций премии главы Самары «Мир равных возможностей». Это очень приятно, это очень как бы волнительно. И, ну, не знаю, описать все эмоции, которые есть внутри, очень сложно. На самом деле я очень благодарен организаторам. Благодарность, в первую очередь благодарность. В этом году обладателями премии стали 18 человек в шести номинациях. Общественная деятельность, литература, искусство, образование и наука, предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность, техническое и народное творчество, физическая культура и спорт. Люди самых разных профессий, которые на собственном примере доказали, что даже с ограниченными возможностями здоровья можно полноценно жить и активно помогать представителям своего сообщества, развивать его и вносить собственный вклад. Из год в год мы не устаем восхищаться вами, не устаем восхищаться вашей добротой, вашим мужеством, вашим желанием помогать другим. Благодарю вас за то, что вы не опускаете руки, что вы являетесь ориентиром и примером для многих людей с ограниченными возможностями здоровья и придаете им силу уверенности двигаться дальше, достигать успехов, достигать результатов. Среди лауреатов премии 2023 года и дизайнер телеканала «Самара ГИС» Ольга Жарина, победитель в номинации «Техническое и народное творчество». На протяжении четырех лет Ольга создает кукол, животных, разные изделия из кожи и других материалов. Как рассказывает мастер, все началось с картинки в интернете и попытки воссоздать один из образов. Впоследствии работа так затянула, что со временем стало появляться больше единомышленников, которые затем объединились в клуб по интересам. У нас сейчас формируется сообщество кукольников. Это не только декоративно-прикладное искусство. Это сейчас отдельное течение, вот коллекционирование куклами, увлечение куклами. И возрождают создание кукол по старинной технологии. Есть коллекционеры, которые хотят у себя, не наигрались в детстве, и хотят сейчас у себя тоже иметь эту куклу. Интерьерная кукла называется. Сейчас в Самаре существует множество мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Оказывают помощь как малышам, так и взрослым. От социальных выплат детям до выделения средств на ремонт и приспособления жилых помещений под нужды инвалидов. Конечно же, это наше социальное такси. Социальное такси работает на территории города, и очень большое количество инвалидов пользуются этим видом транспорта для того, чтобы добраться до социальных объектов в комфортных условиях. Поддержку получают и общественные организации, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Только в этом году 17 таких объединений заручились финансовой помощью властей Самары, чтобы продолжать вести социально значимую работу. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский, События. В Самару вновь вернулись холода, и уже сегодня температура опустилась ниже почти на 10 градусов по сравнению с предыдущими сутками. Службам благоустройства, коммунальным предприятиям и организациям поручили не снижать темпы работы на улицах в связи с изменением погоды. Эта тема стала ключевой во время еженедельного совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Алексея Веселова. Коммунальщики максимально сосредоточатся на уборке тротуаров и дорог, пешеходных зон в парках, скверах, на набережной и во дворах. Главное при этом защитить территории от гололеда и убрать снег. Сейчас рабочие продолжают обрабатывать противогололедными средствами спуски и подъемы проезжей части, лестницы, тротуары и другие пешеходные зоны, участки вблизи учреждений социальной сферы, остановки общественного транспорта. Обработка осуществляется участками выборочно, там, где возможно образование наледи. Потому что в такую погоду даже обработка антигололедными материалами, при топлении имеющий снег, который попадает, при достаточно низких температурах, возможно, его тоже замерзает. Это в основном там, где есть скатные крыши, где был процесс стекания воды, там, где низинные места, спуски, подъемы. На сегодняшний день для специалистов актуальной остается и задача по вывозу снега с дорог, обочин, расчистка других территорий города, включая общественные, придомовые и дворовые пространства. Прошедшие сутки убирать город вышли около 450 единиц техники и 3460 дворников и дорожных рабочих. Сегодня же на расчистку направили 264 машины и 3336 человек-уборщиков. Продолжают вносить и противогололедные реагенты. Во время совещания говорили и о подготовке города к празднованию Нового года. В частности, речь шла об установке тематической иллюминации. Муниципальное предприятие «Самара Горсвет» выполнило соответствующие задачи уже на 81%. Профильным службам поручены и дальше наращивать темпы. К 15 декабря все предприятия планируют закончить основные работы по украшению города. В декабре автовладельцы в обязательном порядке должны передвигаться только на шипованной резине, либо на нешипованных шинах со специальной маркировкой. Сотрудники госавтоинспекции выходят в профилактические рейды, в процессе которых напоминают водителям о необходимости переобуться. Светлана Тимофеева продолжит. Борис Кобзев за рулем почти 40 лет. Несмотря на внушительный опыт вождения, еще до начала календарной зимы переобувает свой автомобиль. Причем не из-за опасения быть оштрафованным. Я перебываюсь не из-за штрафов, а для того, чтобы не допускать опасную ситуацию на дороге. И перебываюсь намного раньше, где-то за две недели до 1 декабря. Даю совет, что перебываться нужно все четыре колеса и своевременно. С начала декабря вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Без нормативного акта следует, что летом запрещается использовать только шипованную резину. А с начала декабря по конец февраля разрешается передвигаться только на зимней резине. Чтобы я посоветовал, в первую очередь в настоящее время необходимо переобуть шины, одеть зимний вариант. И многие водители, я отмечаю, и это видно, со стороны уже это сделали и готовы к зиме. Инспекторы управления ГИБДД города Самара регулярно выходят в профилактические рейды. Сотрудники полиции напоминают водителям о необходимости переобуться. Знаете, да, что с 1 декабря водители транспортных средств должны переобуваться на зимнюю резину? У вас все в порядке? Успели? Все четыре колеса переобулись. Все, счастливого пути. Хорошего дня. До свидания. По новым правилам водитель обязан заменить все четыре колеса, а не ограничиваться полумерами. На переднюю ось ставить зимнюю резину, на заднюю оставлять летнюю. Это чревато аварийными ситуациями. Ну, чаще всего, вот та ось, которая у нас летняя, ну, задняя, да, в нашем случае, это всегда скольжение задней оси, в простонародье это называется занос. Вот, соответственно, с этим заносом, который эволюционирует во вращении, водителю предстоит бороться. Он будет неожиданный, он будет очень интенсивный, поэтому большинство водителей редко с ним готовы бороться. Валерий Скорняков наглядно демонстрирует, что может произойти с автомобилем в случае, если водитель поменял только два колеса. С правой стороны у нас скользко, с левой у нас достаточно устойчивое покрытие. То есть все эти заносы, ну, наименосно развиваются в фазу вращения, мы не успеваем отреагировать на это, на все. По новым правилам сотрудники госавтоинспекции вправе прибегнуть к административному наказанию. Размер штрафа для непереобувшихся составляет 500 рублей. Но пока главная задача полицейских – напоминать водителям об изменениях в регламенте Таможенного союза и необходимости их соблюдать. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События. Далее коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России резко вырос спрос на новогодние железнодорожные круизы. Как сообщили в федеральной пассажирской компании, раскуплены практически все рейсы, совмещенные с экскурсионными программами. Самыми популярными семейными направлениями эксперты называют Великий Устюг, Москву и Петербург. Также в списке Карелия, Псков, Великий Новгород. Популярен один из новых маршрутов – Белорусский вояж. Главный пункт путешествия – поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. В Самарской детской картинной галерее 6 декабря откроется выставка Клотты и Щербачева. Семейные портреты на фоне города. В экспозиции предстанет Самара конца 19-го и начала 20-го веков. В этом году исполняется 125 лет дому Клотта, старинному особняку, в котором находится детская картинная галерея. 175 лет со дня рождения первого хозяина дома – купца Ивана Клотта. 165 лет со дня рождения архитектора дома Александра Щербачева. Каждому из этих героев посвящена отдельная часть выставки. Тур «Притяжение» под таким названием в Самаре в восьмой раз прошел форум в сфере туризма и гостеприимства. На платформе собрались представители бизнес-индустрии из Самары, Самарской области и отдельных регионов страны. Какие они цели и задачи туристической отрасли и какие перспективы ждут эту сферу в ближайшие годы, узнали наши корреспонденты. Повышенный интерес россиян к внутреннему туризму ставит перед представителями индустрии новую планку. Отдых должен быть увлекательным, познавательным, иметь достойный уровень обслуживания и оставлять приятное послевкусие. Обсудить точки роста для развития туристического бизнеса, поделиться опытом и завести новые полезные контакты. С такими целями в Самаре собрались представители бизнес-индустрии на специализированном форуме «Тур «Притяжение». Нина Туринцева – директор экопарка в Самарской области, а в этом году впервые участвует в форуме. По ее словам, общение с коллегами становится хорошим подспорьем в развитии индустрии. Здесь можно поделиться своим опытом и познакомиться с опытом других. Несмотря даже на то, что я оцениваю как прошедший год, как не очень хорош по погодным условиям, мы растем. И ключевым моментом, конечно, в развитии любого комплекса является инфраструктура, которая сейчас гость наш, турист наш, он требовательный. Ему хочется условий, ему хочется инфраструктуры, удобства, чтобы было вкусно, красиво, чтобы сервис был. И в этом направлении предстоит, я думаю, всем объектам расти постоянно, не останавливаясь. Форум проводится в Самаре в восьмой раз. Он организован Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли городской администрации. Данная площадка является, безусловно, эффективной в плане взаимодействия между туристическими организациями Самары и Самарской области, других регионов, между представителями органов власти и непосредственно бизнеса. За 30 лет областная столица прошла большой путь в становлении туристической отрасли. Из закрытого города Самара превратилась в центр притяжения для туристов. Прогулочные зоны, музеи, отели, рестораны. За 9 месяцев этого года Самару посетили полтора миллиона туристов. Ежегодно количество путешественников растет. «Туризм – это живой организм. Мы должны, прежде всего, для туристов открывать каждый раз что-то новое. Самара, конечно же, в приоритете, как у депутата, как у жителя города, который город свой любит. Поэтому у нас есть что показать, есть где встретить нам гостей. Поэтому от этого форума мы, прежде всего, ждем именно новых туристов, которые приедут у нас в следующем 2024 году и последующие годы». Самые удачные практики и решения найдут свое отражение в муниципальной программе развития туристической отрасли и в перспективе станут точками роста для бизнеса, туриндустрии. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самаре прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание человека культуры». Ученые и педагоги обсудили вопросы патриотического воспитания при помощи музыкальных искусств. Все детали далее. «Научно-практическая конференция «Воспитание человека культуры» в Самарской детской музыкальной хоровой школе номер один началась с исполнения гимна Российской Федерации. «Славься, Отечество! Наши свободные!» В ноябре прошлого года вышел указ президента России Владимира Путина об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В актовом зале – педагоги практики и представители науки. В течение многих лет коллектив школы брал на вооружение и адаптировал разные методики. Знакомились и адаптировали опыт и творчество разных преподавателей. Сегодня педагоги делились своим опытом с коллегами. При помощи музыки, это была наша цель, задача – воспитать человека, культурного слушателя, культурного исполнителя, воспитать семью, из которой приходит к нам ребенок. У нас хорошо развито семейное музицирование, мы привлекаем семью. На этой конференции прозвучали не только доклады взрослых. На площадке мастер-классов звучали и детские голоса. На примерах хорового пения участникам встреч показывали, как обучают детей. Я дирижер хоровик, и поэтому хор всегда был на протяжении веков. Это такой самый эффективный социокультурный средой, в которой как раз воспитывался человек культуры. Причем с самого детства и до самой старости. В самарских школах дополнительного образования педагоги занимаются не только обучением, но и нравственным воспитанием. Это экскурсии, конкурсы, творческие смены в детских лагерях. Цветлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов 26-й общественной акции «Благородство». Она проводится областным союзом журналистов и региональной ассоциацией творческих союзов. В этом году число победителей рекордное – 95 человек и 3 организации. Все они проявили самоотверженность, гуманность, любовь к ближним и сделали по-настоящему добрые поступки. Марина Волкова является наставником для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она помогает им овладеть базовыми социальными навыками не только на физическом уровне, но и на психологическом. За несколько лет более сотни ее подопечных смогли научиться самостоятельно жить, помогать родителям, выйти на работу и стать полноправными членами общества. За эту работу Марину отметили в номинации «Наставничество» областной акции «Благородство». Хочется передать частичку своего тепла людям, которым в этом нуждаются. Я получаю и от получателей социальных услуг, и от ближайшего окружения, то есть от них, от родственников, которые звонят и говорят о том, что есть определенные достижения. И для меня это большая радость. Победителей акции «Благородство» объявили по нескольким номинациям. Одно из самых многочисленных направлений – волонтерство. Анна Макеева около 9 лет назад собрала команду единомышленников, которые хотят помогать детям, оставшимся без попечения родителей. Они не только оказывают материальную поддержку, но и становятся друзьями, передают принципы любви и благородства. Для своих подшипных детей мы становимся настоящими друзьями, которым можно написать, позвонить в любое время, скажем так, даже дня и ночи. Мы поддержим, поможем и проконсультируем, если какие-то вопросы. Потому что у детей, к сожалению, много вопросов возникает, на которые воспитатели на местах в связи своей загруженности просто не могут ответить. Идея награждать людей, которые проявили свои лучшие человеческие качества, зародилась в Самарской области более 20 лет назад. Первая акция благородства состоялась в 1998 году. С тех пор лауреатами стали около тысячи человек. Так как сами награждаемые по большей части скромные люди, то историями о них делятся их соседи, коллеги и друзья. Акция живет и будет дальше жить. Пока люди будут выявлять среди своих соседей, среди друзей, сослуживцев, благородных людей, наше общество будет всегда жить, и мы непобедимы. Благородные люди двигают прогресс. Это однозначно. Идея акции – найти неравнодушных и благородных людей. Сделать так, чтобы об их добрых делах узнали как можно больше людей. А также показать молодому поколению достойные примеры для подражания. Сказать спасибо людям за добрые дела, за прекрасные их человеческие порывы, за подвиги, которые они совершают, увидеть этих людей, найти этих людей и выразить им свое признание. В этом году было прислано более 200 заявок. А количество победителей стало рекордным – 95 человек и 3 организации. В этот раз были награждены 23 лауреата, остальных победителей отметят в других городах региона до конца года. В рамках акции также пройдут выездные концерты с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина рассказала в своем телеграм-канале о полезном приложении госуслуги «Дом». Уже более миллиона россиян оценили возможности данной платформы. Одной из главных функций приложения является сбор показаний приборов учета и оплата всех счетов за коммунальные услуги без комиссии. Также приложение упрощает взаимодействие с обслуживающими компаниями. Владельцы квартир могут узнавать о запланированных работах в доме, проводить собрания собственников онлайн, оперативно подавать заявки в управляющие организации через умный чат-бот, изучать их отчеты по работе. Школьники всей страны с 1 по 9 класс могут повысить свою цифровую грамотность. До 25 декабря продлится Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». В заданиях олимпиады ситуации, которые могут возникнуть в сети, например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий. Олимпиада проходит на образовательной платформе учи.ру, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В преддверии новогодних праздников глава Кировского района Игорь Рудаков вместе со своими заместителями исполнит желания детей-инвалидов. Они сняли с районной «Елки желаний» открытки с пожеланиями ребят. В основном дети просят у Деда Мороза игрушки или наборы для творчества. Исполнить пожелания ребенка может любой желающий. «Елка» находится в комплексном центре социального обслуживания по адресу улица Победы, 168, информирует телеграм-канал Кировского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»